И на этой неделе вопросы качества облицовочного материала корпорации «Алюком» стало только больше. И речь идёт не только о домах СИП «Агропромстроя», а в целом об объектах, где были использованы подобные панели железногорского производства. Самый крупный объект в городе — это ТРЦ «Планета». Прямо сейчас моя коллега Юлия Мавшович, которая должна появиться на экране, попытается в прямом эфире сравнить, а всё же, что горело, какие панели горели и почему горело то, что гореть не должно. Юля, вам слово. Илья, добрый вечер. Я попрошу сразу же помощников поджечь панели. Ребята, давайте приступаем. И пока буду по порядку всё объяснять. Это алюминиевые композитные панели, купленные в той самой фирме «Алюком», что по документам и облицован дом фасада на шахтёров. Лист класса Г1, вот он. Он не должен поддерживать горение. И опять же, согласно бумагам, именно этот материал использовался на фасаде высотки. Это лист класса Г4. Сильно горючий материал. Он тоньше и на порядок дешевле. И как нам рассказали эксперты, с которыми мы пообщались в начале недели, возможно, именно этим материалом и был облицован дом на шахтёров, что и привело к такому сильному возгоранию. Мы не будем ничего утверждать. Мы только проверим и сравним, что горит, а что не горит. С нами работают пожарные. Мы соблюдаем технику безопасности. Пока мы смотрим, как отреагируют панели на горение, предлагаю посмотреть, как испытывают их лабораторно. Возможно, эта процедура отличается от бытового пожара. После случившегося нам сложно было найти независимую лабораторию в Красноярске, которая согласилась бы протестировать купленные нами образцы на горючесть. Согласились сотрудничать в Центре пожарной экспертизы. Только потом сказали, наши панели сжечь не будут, а покажут только методику на чужом материале, по какому принципу проводят испытания. В этой шахтной печи моделируется начальный этап пожара в помещении. И, наверное, его нельзя сравнить с пожаром целой высотки. На основе этой процедуры, которая состоит из нескольких этапов, выдают протокол соответствия на материалы, которого строители считают достаточным. В процессе испытания данных образцов каплеобразования расплава, как горящего, так и негорящего, зафиксировано не было. Самостоятельного горения после отключения газовой горелки также не было зафиксировано. Степень повреждения по длине здесь отсутствует. Всю дальнейшая процедура взвешивания позволит определить класс горючести данного материала. Еще один критерий для оценки материала является каплеобразование расплава в процессе испытаний. Для материалов группы горючести Г1, Г2 и Г3 не допускаются горящие капли расплава. Все строительные материалы проверяются отдельно. Но как они поведут себя вместе на фасаде здания во время пожара? В Красноярске нет такого испытательного центра. Он есть, например, в Москве, где проводят огневые испытания. Там в лаборатории выстраивается конструкция высотой в три этажа, облицованная вентилируемым фасадом со всеми внутренними элементами. И поджигается. Эта методика более точна и позволяет делать выводы о пожарной безопасности всего фасада. Но в Красноярске так дома не испытывают. Ну, наше испытание огнем продолжается. И мы видим, как реагирует на открытый огонь панель класса Г4. Вот уже дырка, то есть прогорела насквозь. А если мы представим, что здесь была еще ветрозащита, которая выглядит как бумага, и этот эксперимент мы показывали в понедельник, то, очевидно, эта бумага бы уже загорелась, и огонь пошел дальше. Ну вот, собственно, вот этот расплав пластиковый внутри, о нем и говорили нам эксперты, что, собственно, вот эти капли огненные, которые стекали, они могли в дальнейшем провоцировать пожар. А вот так вот реагирует панель Г1, класса Г1 на огонь. Ну вот тоже маленькая дырочка появляется, но она не такого масштаба, как там, конечно. Посмотрим, насколько она разрастется. Он не капает, вот, да, он не капает, этот пластик. Вот, видишь, фольгу прожег, ничего нет. Ну вот, панель уже горит у нас в пяти разных местах, причем горение само поддерживается, да? Ну и сейчас я зацитирую, что говорят производители данных панелей. Сам по себе, сама по себе горючесть панели не дает полной картины о пожарной безопасности фасадов здания, поскольку композитная панель – это только один из элементов фасадной системы здания. Чтобы говорить о пожарной безопасности, необходимо проверить и испытать все фасадные системы вместе с утеплителем, системой крепления, ветро- и гидрозащитой. Власти тоже считают, что еще рано делать какие-либо выводы, пока не будет закончена экспертиза, из-за чего же загорелись фасад здания на шахтеров. Ну а вы уже можете сделать свои выводы, чем же было облицовано все-таки здание, которое сгорело полностью в минувшее воскресенье. Ну все, ребята, давайте заканчиваем. Уже пролейте хорошенько, а то не дай бог что-нибудь где-нибудь у нас еще всполыхнет. Спасибо большое, Юля. Надеюсь, потушите быстрее, чем это произошло на улице Шахтеров. Это был эксперимент. Выводы, конечно, делаете сами. Спасибо.